Так, Сергей, сейчас мы будем говорить про КХЛ Я думаю, без этого атрибута нам не обойтись Держи, что вы тебе? Спасибо, никогда мне не дарили такие классные подарки Дарите мне подарки почаще Официальная продукция КХЛ, так что покупайте, ребята, все супер Поехали, давай начнем с ЦСКА После поражения матча-открытия, ЦСКА выдало 10 матчей подряд Вот только сегодня они проиграли Бориса 4-0 Но 10 побед подряд никто не отменял В чем причина? Реально ли пока ЦСКА намного сильнее всех? И почему их примитивные хоккей приносят пользу? Ну, про ЦСКА, во-первых, первая игра сезона с Виталургом Победа Виталурга, я где-то уже об этом писал Потому что я тогда ставил чисто на Виталург Потому что первая игра, опять игровички Потеря любимого Радулова, Зайцева, тяжелого, исполнимого для ЦСКА И плюс легионеры, которые только пришли в команду Но не внушали прям серьезный оптимизм И поэтому Виталург в первом матче выиграл Что касается серии с 10 побед 10 игр ЦСКА выиграло, 7 из них играло дома Назовите мне хотя бы одного серьезного конкурента Которого действительно ЦСКА обыграло Я не видел там Авангарда, СКА, да, СКА-СКА Но, к сожалению, без Уцука и Шипачева-Додоймова Все-таки с этой троицей намного СКА был бы сильнее И с Коскининым, опять же Обыграли Акбарс, но Акбарс сейчас не в самой лучшей форме Совершенно не в самой лучшей форме Те победы, которые одержал ЦСКА, они по большому счету закономерны Потому что первое Все лидеры, которые есть, наигрывались на притяженке, они в строю У ЦСКА есть возможность приобретать хороших, качественных игроков В большом количестве Это тоже большой плюс Потому что если посмотреть статистику Заходишь, когда на сайт Коэндиальной Хоккейной Лиги Открываешь команду, образом говоря, Югра Смотришь статистика, на одном листе Весь состав команды Кто-то даже в запасе сидит Может быть, один матч провел У ЦСКА таких три Те есть три листа Это огромная глубина состава И поскольку есть возможность финансовая ЦСКА все позволяют За рамки правил не выходят, значит, имеют право Если посмотреть, опять же, какая ротация идет в ЦСКА То есть, есть игроки, которые Чередуют просто матчев Денисов То играет, то не играет Хотя ведущий защитник в ЦСКА имеет на это возможность Поэтому победы в этих десяти матчах Они, наверное, закономерно Потому что ЦСКА выглядел лучше И по составу, и по глубине скамейки Ротации и так далее Поэтому просто будем смотреть дальше Сегодня уступили Борису Понятное дело, что чем длиннее серия, тем ближе ее конец Утром меня как раз про этот матч спрашивали Я сказал, что я бы ЦСКА не стал бы ставить Потому что вот-вот что-то должно случиться И действительно случилось как 0-4, это так прилично Дальше будет им столько сложнее Примитивный хоккей, да, примитивный хоккей Но не все, как я сказал, могут выдерживать такой примитивный хоккей Такой быстрый хоккей Потому что не у всех такая длинная скамейка запасная Рекорд по самой ранней отстатке Воля Николая Соловьева после трех игр Почему так рано? А может быть даже и поздно Может быть это надо было с самого начала делать На самом деле удивительные вещи происходят И Соловьев тот сезон работал с молодежью очень здорово Этот сезон, ну, одну игру выиграли, две проиграли И сразу отставка Ну, на самом деле, такие вещи очень странные Случаются в нашей лиге И помним, когда уволили Сергея Светлова в Атланте Когда там, по-моему, 4 матча провели на выезде 4 матча, ну, не у самых удачных, но всего 4 И должна была домашняя серия быть из пяти игр И Сергея Александровича взяли и уволили Говорю, наши отставки очень интересные Если как раз, я сейчас, наверное, вопрос будет про Югру Про отставку из Атских То это вообще-то, там-то вообще смешно становится Команда находится в зоне ПО Дают нам информацию, что из Атских уволен Потому что команда не прогрессирует Команда хочет занимать высшую турнирную таблицу Давайте посмотрим состав Там играет, да? Хорошие, добротные ребята Там ни одного легионера нет Почему нет легионера? Потому что они хотят играть только за счет русских игроков? Да нет, потому что нет финансов А если нет финансов, то извините То есть о каком вы там высоком месте просто мечтаете? Назовите мне такую бедную команду Которую за последнее время выиграл Кубок Гагарин Никто В каждой команде, которая замахивает высокие места Есть финансовая подушка Про Хантамансильск Это отдельный разговор То, что из Атских убрали Это личное Что-то произошло личное в раздевалке Там наверху, в кабинетах На кожаных диванах Это явно не по игре И назначение сейчас Как бы исполняющий обязанности Андрея Соколова Которому сказали Три матча у тебя есть Это матч против Новокузнецка Против Северстали Который занимает последние места И матч против ЦСКА Два матча они выиграли Потому что Кузня никакая Северсталь Девять поражений, по-моему, подряд Ни одной победы вообще в основное время ЦСКА Два периода Пять бросков от хоккеистов Югры по воротам ЦСКА В третьем периоде вроде бы ничего сыграли Остается две минуты до конца третьего периода Счет 2-0, минимальный счет Можно отыграть Две минуты 30 секунд остается Команда играет в большинстве Главный тренер Исполняющий обязанности Он не снимает даже вратаря Почему? Есть какие-то предположения? Потому что 0-2 хорошо смотрится То есть скажет Я с лидером боролся А 0-3 уже разгром То есть вот Я бы стал быть руководителем Я бы обратил на это внимание Любой тренер должен выжимать максимум Пока есть возможность Если есть возможность играться Он должен делать все для того, чтобы Постараться отыграться А в этой ситуации На мой взгляд И не только на мой Мы эту ситуацию очень долго обсуждали Но это выглядит, наверное, как-то не по-тренерски Который действительно хочет добиваться Как-то результат Трус Я этого не говорил У руководства Югры что? Розовые очки получают? Я не знаю, насколько у них розовые Посмотрим дальше, как будет играть Югра Потому что заявки серьезные они сделали Команда была, по-моему, на шестом месте Убрали главного тренера Сказали, место не устраивает Значит, сейчас ждем Югар Чан Первое-второе место И борьба за Коба Гагарина Иначе отставка Язовских Будет выглядеть для всех просто посмешно Ты прогнозировал отставку в Амуре Но команда тебя услышала Начала выиграть Это браво На самом деле я за Амур особенно переживаю И даже, наверное, не за сам Амур А за сколько болельщиков Потому что я очень теплые чувства Питаю к этому городу Потому что все-таки три года там отыграл И мне было очень комфортно Именно в отношениях с болельщиками Потому что они там знают, понимают хоккей Где-то ходят, где-то не ходят, где-то протестуют Но команда они свое любят И действительно начало сезона было для меня Смешным, наверное Смешным и каким-то таким трагичным Потому что Хабаровский Амур приезжает домой На домашнюю серию за три дня До начала первой игры То есть на третий день у команды акклиматизации И очень удивительный вот этот был подход И поэтому команда эту серию плохо серию домашнюю привела Потом поехала на выезд Только перестраивалась Поехала на выезд туда перестраивалась В итоге все достаточно плохо для них сложилось И то, что сейчас четыре победы подряд Амур, по-моему, одерживает Да, я не ошибаюсь Ну, я за них действительно рад А Мискатов Хрудинова я знаю Я с ним работал в Тюмени Ему-то я тоже желаю только побед с Амуром Потому что я его знаю И к Амуру испытываю теплое чувство И то, что Амур выправляет ситуацию Здорово Если посмотреть по составу Достаточно неплохой состав Он достаточно плотный Про ошибки, если говорить У меня возникает большой вопрос Почему начинал сезон Александр Печурский? Потому что он хорошо выглядел на предсезон? Ну, я думаю, что это не аргумент Почему? Потому что есть основной вратарь Метцела Который очень здорово провел тот сезон То есть и Метцела, он в принципе первый вратарь Он у себя в Финляндии играл основную роль А Александр Печурский неплохой вратарь Но он не основной Это бэкап, который может выходить В каких-то моментах Помогать команде добиваться какого-то результата Где-то дать вратарю в основном передвижку Сыграть одну-две игры И все Посмотрим, если поначалу Как часто главный тренер менял вратарей То один играет Потом две шайи пропустил Другого выпускает И не знает, кого ставить И эта чехерда шла Метцеле В первую очередь не на пользу Если посмотреть на Иурусе сейчас То он совершенно по-другому играет Он совершенно спокоен Уже за свое место в воротах Он не боится ошибиться Он играет И получает удовольствие Как это было в том сезоне Вратарская ошибка Изначально была С первых матчей И с предсезонки даже допущена А что с финнами происходит? Почему так команда не скопала? Йокерин сильно ослаб Во-первых, сильно ослаб По сравнению с тем сезоном Очень много лидеров ушло И хоккей Яланина Очень сильно отличается От хоккея Вестерлунда Яланин приверженец Больше такого Закрытого хоккея Наверное Мне так кажется Пока что Не так много, к сожалению Матчу удается посмотреть Но на последнем работал Играли в Сомском И по большому счету Контролировали ход матча Вроде бы и атаковали Но исполнителей не хватает Действительно Впереди Вроде бы есть моменты Реализовать не могут И это Из раза в раз Становится для Йокерита Большой проблемой Для меня Немного удивительной Их селекция была Но каждый тренер подбирает Понятное дело Игроков под себя Под свою схему Игру Под тактику И поэтому Пока что Яланин Возможно ошибся В каких-то людях В каких-то игроках Глават Ливаев тоже начали Проблема только В форме Светберга Может быть Светберг вообще Не уронил Финсов Или может какие-то другие Вообще Честно говоря У Светберга Очень неплохая форма Она по-моему Новая Он заказывает ее Каждый сезон Я думаю Что в этом проблем Нет никаких Что касается Самой игры Слават Ливаев То вызывает она Много вопросов Есть хорошие Исполнители впереди И причем Действительно классные Если посмотреть на игры Слават Ливаев Достаточно серьезно Возит соперник Но при этом Как приезжает в свою зону Так начинаются Большие проблемы Потери игроков Потери игроков на пятаке Даже Светберг отбивает Постоянно проигрывает Наборство И поэтому Очень много пропускает Это по-моему Третий-четвертый результат С конца По пропускаемости Они только Северстали По-моему Выступает Новокузнецк Это ужасный результат Для команды У которых По большому счету Есть финансовые возможности Вопрос Генеральному менеджеру Главному тренеру Команды Было время То есть Главный тренер Работал с ней летом И имел возможность Ее подготовить Набрать себе Нужных людей Набрали Нет Спрос Кого будет Главного тренера Поэтому То, что Слават Ливаев Занимает сейчас Не свое место То, что он должен быть Выше Здесь Вопросов никаких нет И По игре Видно То, что И сегодня Сочи Просто Наглого Сильнее были По игре Вроде В нападении Слават Ливаев Что-то делает Любая атака На их ворот Начинается пожар И дело Здесь не в Светберге Светберг Да, может быть Ошибается Но по его воротам Как и в том сезоне Просто Очень много Опасных бросков Не просто Броски Ради броска Действительно Опасных моментов Броски Когда им приходится Выручать И он тоже Не железный Хорошо Многие говорили Здесь про Проблему То, что Слават Ливаев Остался с одним Вратарем Только Только Светберг Больше Никого нет Первое С одним Вратарем На игру Как бы Попасть нельзя В заявку Тоже с одним Вратарем То есть Есть другой Вратарь Это Андрей Гаврилов То есть Почему мы говорим Что нет другого Вратаря Гаврилов Вышел в прошлом Матче Его заменили Место Светберг Провел Неплохой Период Отразил 13 бросков С 13 Почему мы говорим Что нет Вратаря Просто ему Не дают шанс А если ему Не дают шанс Зачем его брали В команду Если даже Слават Юлай То есть Потому что Допустим Того же Образно говоря Вратаря Калибра Якобы Коваржа Если взять Он не пойдет Потому что Он прекрасно знает То что Светберг Будет проводить Больше Количества Времени Значит Получается Коварж Будет вторым Он Это Никак Не хочет Но хочет Тоже Играть Поэтому Нужно было Хорошо Поработать На рынке Летом Подобрать себе Вратаря Которого Ты бы Верил Который Помогал Если бы Светберг Играет Преображение В чем Причина Ненадолгие Преображение Я бы не сказал По поводу Преображения Спартак В том сезоне Выдавал Сумасшедшие матчи Когда Просто Можно было Смотреть Охать и ахать И я не знаю Что Не будем об этом Гори сделать Что после матча Потому что Очень классно Играли Но Были очень Нестабильные результаты То могут Обыграть Авангард на выезде То поехать Там в Югре Которая была Уже внизу Проиграть Стабильности не было Плюс Герман Титов В начале сезонского Сказал То что Мы там Пересмотрели план подготовки То что мы сейчас Будем совершенно По-другому играть И это правильно Все клубы Которые Будут претендовать На место восьмерки Должны очки набирать С самого начала Сентября Октябрь Когда лидеры Еще не раскочегарились И Такие команд Как Спартак Сейчас Должны набирать Максимум очков Что Спартаку сейчас И удается Будет ли эта игра Стабильная Смогут ли они дальше Продолжать в том же духе Ну посмотрим Я буду на самом деле Очень рад Но пока я ехал Сюда на передачу В машине смотрел Матч Спартак Локомотив И по-моему Там в третьем периоде Был счет 2-5 Пользовал локомотива То есть опять Какая-то нестабильность Поражение от Динамо Введя 2-1 И получить за 7 секунд До конца Из-за детских ошибок Которые я уже объяснял Это Опытнейший мастер Виктор Бобров Выбрасывает шайбу Своей зоны Бросает За там 24 секунды Бросает поворотом Желая забросить шайбу В итоге не падает Вбрасывание в зоне Динамо Они проигрывают Начинают их возить И забрасывать За 7 секунд шайбу Сравнивать Четы по булитам Проиграли То есть 3 очка Просто потеряли Сами отдали Сейчас локомотив И там 2-5 Я так понимаю Что им не отыграться Да? Какой счет? 6-3 6-3 Поэтому очередное поражение Хотя могли Динамо Обыграть С хорошим настроением Поехать в Ярославль То есть Стабильность нужна команде Дядьки нужны Потому что Геларой Ну Геларой в порядке Мы говорим Геларой Геларой Какой он в порядке Нападение А в обороне Кто будет играть? Он защитник изначально И посмотрите Как он оборонялся В последние минуты Матча с Динамо Поехал на борт Игрока держать В итоге его отыграли И он на прямых ногах Ехал на пятак В итоге Из-под его носа Забивает гол У Спартаку удача И хотелось бы действительно В Спартак видеть И в плывов И в лидерах Вообще Нашего российского хоккей Конденсиальной хоккейной лиги Но пока что По 11 матчам Которые там сыграла команда Ну супер Какого-то преображения Пока не видно Молодежь в Динамо Тоже на старте Неплохо выступает Молодежь на старте Даже молодежь Надо сказать В конце того сезона Очень здорово выступала То есть Вот эта тройка Где Федоров Шипов И еще там Деск Очень таких Классных ребят Очень действительно Здорово взаимодействуют И у них тройка Как раз была Создана И они играли вместе И опять же Такая Как бы Подтяжка Орешкина Работал с ними Динамо Балашко Он их прекрасно знает Позвал в основную команду И они Знают тренера Понимают, что им доверяют Раскрылись И показывают Действительно классный хоккей И сейчас Они хоть там Ну выходят Может в четвертом звене Но выглядит очень здорово Знаешь, что Динамо Как бы серьезные Финансовые проблемы Решатся ли они Как поход сезона И скажется ли это на игре Сейчас Финансовые проблемы Есть у всех Смотрите Футбольный клуб Лучья энергия В Владивосток В один день брали Взяли, закрыли У нас все происходит Почему-то очень просто Поэтому финансовые проблемы Есть у всех Просто как они решаются Если Про все клубы Говорят, где финансовые проблемы Мы сейчас далеко уйдем К этому не стоит Просто главное Как к этому относятся Руководители клуба Как они доносят эти проблемы Игрокам И сама суть этих проблем То есть Если есть полный контакт И доверие То, что игроки доверяют руководству То, что действительно Проблемы будут решены Команда будет играть И будет играть здорово Если же Руководство будет спрятаться От этих проблем Не разговаривая с коллективом То вполне возможно Будет Такой серьезный спад Саэф И команда будет играть полноги Недавно прозвучала Супер новость Молния Нечушкин С ЦСКА Что это даст? Что это дать от прихода? Ну, молния у нас И Кучеров вроде бы С ЦСКА должен подписать контракт И сейчас Нечушкин Ну, давайте подождем Подпишет контракт Ну, и для ЦСКА Это, наверное, будет Опять же неплохо Мощный Таранного типа Нападающий С окном игры В Национальной хоккейной лиге Ну, не все у него Здорово получалось В Далласе Не так он много играл Ну, почему нет? Перезагрузка нужна Если не получается Там приехать Опять же Это сильный клуб Это ЦСКА задача Выиграть клубу Гагарина Поэтому, опять же Только порадоваться За ЦСКА Что у них есть Такая возможность Подписывать Российских игроков Из Национальной хоккейной лиги Ну, что ж На сегодня Передача наша Какая? Первая Ротарский вылет Доканчивается Сергей Давай обратимся К самому лучшему Паблику Хоккейному Вконтакте Хоккейной империи? Да Ребята Болельщики Все, кто смотрит Эту передачу И кто не смотрит Может, кто-то просто Слышал о ней Во-первых, смотрите А во-вторых Задавайте свои вопросы То, что вас интересует В мире Национальной хоккейной лиги Континентальной хоккейной лиги Любой вопрос Будем обсуждать Рассуждать И, надеюсь, давать вам Полный, развернутый ответ Вот так вот, ребята А мы благодарим За помощь в реализации Съемок Парк Легенд Все, хоккей И вратарский блин Парк Легенд Подписывайтесь на нас Ставьте лайки И все будет Хоккей Пока